Ликвидирован наркопритон. Операцию проводили сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке сотрудников отдела полиции специального назначения «Гром». Установлено, что с начала этого года 36-летний безработный, неоднократно судимый владелец квартиры систематически предоставлял свое жилье наркозависимым. В квартире задержаны трое жителей Вышнего Волочка, находившихся в состоянии наркотического опьянения. И это подтвердило медицинское освидетельствование. В отношении задержанных составлены административные материалы по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». В ходе обыска в квартире сотрудники полиции обнаружили и изъяли приспособление для употребления наркотика 30 использованных шприцев, пластиковые бутылки со следами наркотиков и полимерный сверток с веществом внутри. Изъятые предметы направлены на экспертизу. Содержатель наркопритона задержан. Возбуждено уголовное дело о организации либо содержания притонов или систематическое предоставление помещений для употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В отношении подозреваемого избрано меропресечение в виде заключения под стражу. По статье закона мужчине грозит лишение свободы до 4 лет. В ОФСИН России по Тверской области отметили лучших сотрудников в связи с одним образованием уголовно-исполнительной системы России. За свою многолетнюю деятельность управление Федеральной службы исполнения наказания России по Тверской области на деле доказало, что справляется с поставленными задачами. В 2020 году численность лиц, содержащихся в местах лишения свободы Тверской области, сократилась на 10% и составила 6 280 человек, что составляет 74% от лимита наполнения. Следственные изоляторы области заполнены на 88%. Около 76% от общей численности лиц, содержащихся в учреждениях области, отбывают наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Значительная часть таких осужденных имеет устойчивое, отрицательное отношение к представителям власти и государственным институтам, не желая трудиться выполнять законные режимные требования. Расширяется применение наказаний, не связанных с лишением свободы. Сейчас доля таких осужденных составляет более 70% от общества количества судебных решений по уголовным делам. По учетам Уголовно-исполнительной инспекции в 2020 году прошло более 8,5 тысяч осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с лишением свободы. Среди показателей работы сотрудников региональной ФСИН содействие в раскрытии 460 преступлений совместно с правоохранительными органами Тверской области. 190 из этих преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. Общий объем производства товаров, выполненных работ и оказанных услуг, связанных с привлечением осужденных к труду, за отчетный период составил более 535 миллионов рублей. В взаимодействии с судебными приставами удержано и направлено потерпевшим около 35 миллионов рублей. На торжестве были подведены итоги ежегодного журналистского конкурса. Среди победителей программа «Патрульная служба».